Добрый день! Сегодня мы продолжаем наш разговор на тему легендарные музыканты на монетах. В данном выпуске пойдет речь о Владимире Высоцком. Это легендарный музыкант, поэт, актер, автор, исполнитель песен. За свою короткую жизнь Владимир Высоцкий написал около 600 песен, сотню стихов, исполнил 30 королей в кино, 20 королей в театре. Его песни не звучали на радио, его концерты не показывали по телевидению из-за натянутых отношений артиста советской власти. Несмотря на это, творчество Владимира Семеновича ушло в народ. Озвучивание Волка в мультфильме «Ну, погоди!» должно было достаться Владимиру Высоцкому. Но из-за препятствий цензуры его заменил Анатолий Попанов. Создатели мультфильма использовали отрывок фонограммы песни о друге. Волк насвистывает мелодию из фильма «Вертикаль» голосом Владимира Семеновича, когда взбирается по веревке на балкон к зайцу. Был такой случай во время отдыха в Сочи в 1979 году. У Высоцкого украли чемодан с документами. Также в чемодане находились вещи. Это произошло в гостинице «Актер». Пока поэт ходил в милицию за справками об отсутствии документов и кражи вещей, воры вернули вещи в номер и, вдобавок ко всему, приложили записку с извинением. Разберешь, плох он или хорош, Парня в горы тяни, рискни, Не бросай одного в его, Пусть он в связке в одной с тобой, Там поймешь, кто такой. Если парень в горах не ах, Если сразу роски и вниз, Шаг ступил на летник и сник, Оступился и в крик, Значит, рядом с тобой чужой Ты его не брони, гони. Вверх таких не берут, И тут про таких не поют. В январе 2018 года Банк России выпустил памятную серебряную монету 80-летию Владимира Высоцкого Номиналом 25 рублей. Денежный знак называется Творчество Владимира Высоцкого. Это первая монета с изображением поэта, Официально чеканенная в России. Вторая монета выходит в августе 2018 года В честь Владимира Семеновича, Но уже номиналом 2 рубля. Описание монет одинаковое, Отличается только номинал. На аверсе мы видим рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации. Над ним вдоль канта надпись Полукругом Российская Федерация, Обрамленная с обеих сторон С двойными ромбами. Внизу под гербом слева Обозначение драгоценного металла И пробы сплава. Справа содержание химического чистого металла И товарный знак Московского монетного двора. Внизу в центре в три строки Надпись Банк России, Номинал монеты 25 рублей И год выпуска 2018. Данная монета выпущена на Московском монетном дворе. На реверсе мы видим рельефное изображение Высоцкого с гитарой, Слева от него меч, И выполнены в технике лазерного мотивирования. Изображение коней Имеется вверху надпись По окружности Владимир Высоцкий И внизу справа даты Две строки 1938-1980 Гурт монеты имеет 252 рифления. Качество, конечно же, пруф. Художник данной монеты Крамская и Шаблыкин. Скульпторы Долгополова и Бессонов. Тираж такой монеты 1500 Выполнена монета из серебра Вес 169 грамм Диаметр 60 миллиметров Монета номиналом 2 рубля Очканина на Санкт-Петербургском монетном дворе Данная монета Имеет уже 192 рифления Хотя и выполнена В качестве пруф Из серебра Тираж 3000 штук Вес 17 грамм И диаметр Почти в два раза меньше 33 миллиметра И ложатся на курс Но не возвращаются Сквозь непогоду И пройдет и полгода И я появлюсь Чтобы снова уйти Чтобы снова уйти На полгода Не пройдет и полгода И я появлюсь Чтобы снова уйти Чтобы снова уйти На полгода Возвращаются все Кроме лучших друзей Кроме самых любимых И преданных женщин Возвращаются все Кроме тех, кто нужны Я не верю судьбе Я не верю судьбе А себе еще меньше Возвращаются все Кроме тех, кто нужны Я не верю судьбе Я не верю судьбе А себе Еще меньше В 2010 году Государство Малайи Выпустило Также монету К 30-летию Годовщине Смерти Высоцкого Здесь Владимир Высоцкий Изображен На реверсе монеты С гитарой В руках На заднем плане Изображены Изогнутые линии И нотная запись Вместе Составляющие Стилизованные Изображения Фрагмента гитары Символа Творчества Знаменитого Барда Также Вверху Имеется Изображение Высоцкого С известной фотографией Где актер Выступает В роли Гамлета В одноименном Спектакле На сцене Московского Театра На Таганке Монета Выполнена В качестве Пру Выполнена Из серебра И Добавление Эмали Номинал Монеты 50 Квача Республика Малави 2010 Год Диаметр Монет 40 Миллиметров Вес 20 Грамм Тираж 10 1000 Штук Также Монета Находится В капсуле Также Прилагается Сертификат На данную Монету И Все Это Находится Стилизованной Коробочкой Вам больше всего Не нравится Жадность Ну что ж Спасибо большое А вот еще Песня Я Не люблю Я Не люблю Фатального Исхода От жизни Никогда Не устаю Я Не люблю Любое Время Кода Когда Веселых Песен Не пою Я Не люблю Холодного Цинизма Восторженность Не верю И Еще Когда Чужой Мои Читает Письма Заглядывая Мне Через Плеча Я Не люблю Когда Наполовину Или Когда Прервали Разговор Я Не люблю Когда Стреляют В спину Я Так же Кротив Выстрелов В упор Я Ненавижу В сплетни В виде Версии Червей Сомнения Почистую Или Когда Все Время Против Шерсти Или Когда Железом По стеклу Я Не люблю Уверенность Заглядывая Уж Лучше Пусть Откажут Тормота Досадно Мне Коль Слово Честь Забыта И Коль Чести Навет Из-за Глаза Когда Я Вижу Злобные Крылья Нет Жалости Во мне И Неспроста Я Не люблю Насилье Веселье Вот Только Жаль Разбятого Христа Я Не люблю Себя Когда Я Тружу Досадно Мне Когда Ленинных Бьет Я Не люблю Когда Мне Лезут Душу Тем Более Когда В нее Бьет Я Не люблю Малежи И Арены На Них Миллионы Меняют По Рублю Пусть Бели Большие Перемены Я Дета Никогда Не Полю Давайте Сейчас Рассмотрим Монету Бенина Номиналом В 1000 Франков КФ На Кторую Изображен Владимир Высоцкий Владимир Высоцкий Благодаря Образованию Актерской Игре В театре В кино И И Исполнению Актуальных По сей День Песен Еще при жизни Стал Кумиром Миллиона После Смерти Его популярность Не уменьшилась Секрет Любви К Высоцкому Скрывается Выскоренность Его работ Блитости К человеческим Проблемам И слабости Наверное Нет ни одной Стороны В жизни Которую Он бы не затронул В своем творчестве Жизнь Высоцкого Она Постоянно Бурлива Как и многие Единые Люди Он ушел Из жизни Из-за Пагубных Привычек На реверсе Справа Справа Над цветном Фоне Вечернего Города Стоит Владимир Высоцкий В руке Он держит Свою Неизменную Спутницу Жизни Гитару Под ней Выбит Год Производства Слева На Монохромном Фоне Повторяющем Очертание Гитар Изображен Сидящий На стуле Исполнитель Гитары В руке Под ним Стоят Годы Жизни Высоцкого 1938 1980 Вдоль Выступающего Канта Выделенном На основе Части Монеты Кольце Выгрывено Имя Заменитости Владимир Высоцкий И Фигурные Узоры Монета Выполнена Из Серебра Вес Монеты Около 20 Грамм Монета Выполнена В виде Коробки Из-под Ауди Ауди Кассеты В Которые Подвещена Монета Монета Бывших Свечей Вечерних Молитв Средь Военных Трофеев И Мирных Костров Жили Книжные Дети Не Знавшие Питвы Изнывая От Мелких Своих Катастрофов Детям Вечно Досаде Их Возраст И Бык И Дрались Мы Досаде До Смертных Обид Но одежды Латали Нам Матери В срок Мы Же Книги Глотали Пьянея От Строг Липли Волосы Нам На Взбодевшие Лупы И Сосало Под ложечкой Сладко От Врат И Кружил Наши Головы Запах Борьбы Со Страниц Пожелтевших Слетая На Нас И Пытались Постичь Мы Не Знавшие Войны За Воинственной Клич Принимавшие Войны Дайнут Слово Приказ Назначение Границ Смысл Атаки И Лязг Боевых Колесниц Республика Ганна Имитировала В 2018 Году Четыре Монеты Посвященных Высоцкому Номинал Монет 5 Сеги На данной Монете Мы видим Изображен Капитан Милиции Жеглов Из фильма Место встречи Изменить Нельзя Фильм 1979 Года Далее Мы видим Высоцкого Держащего В руках Гитару Следующая Роль Высоцкого Это Поручик Брусенцев Из фильма Служили Два Тварища Фильм 1968 Года Ну и конечно же Хлопуша Из спектакля Театра На Таганке Пугачев 1967 Год Набор Находится В коробочке На Иверсах Монет Изображен Герб Ганны Данный Набор Посвящен К 80-летию Владимира Высоцкого Монеты Выполнены Из серебра 925 Пробы Вес Монет 31 грамм Диаметр 39 миллиметров Тираж 250 Штук Выполнены В качестве Профлайк Так же имеется Подарочная Деревянная Покрытая Покрытая Лаком Коробочка И конечно же Сертификат И конечно же В сегодняшнем нашем обзоре Мы поговорили О творчестве Владимира Высоцкого За классы Репост Огромное Спасибо Не забывайте Подписываться На данный Видеоканал Оставляйте Свои Комментарии Делитесь Информацией С друзьями До скорых встреч До свидания